Всем привет, ребят! Меня зовут Джин Лав, Анатолий Быков И сегодня у нас будет новое место, в котором я буду снимать видео Обычно я снимаю это в парке Коломенский, потому что он самый близкий для меня То есть именно того места, где я живу Но мне уже там надоело постоянно ходить и снимать видео Я, наверное, хотел побывать в другом месте Ну и, собственно, сейчас погуляем, покажу вам этот новый парк В принципе, он уже давно открылся, просто я здесь никогда не был И мне самому интересно здесь потратить и посмотреть Сегодня я здесь первый раз И, собственно, в этом месте я поснимаю видео И поделюсь своими идеями, мышлением о каких-то вопросах и темах Ну и, собственно, немножко расскажу про парк, все, что видел На самом деле, почему мне стал интересен этот парк Это из-за того, что когда ты гуляешь на той стороне реки На той стороне реки, именно в Коломенском парке То ты видишь, что здесь происходит А здесь происходит следующее Тут гоняют на мотоциклах, потому что здесь есть вот такая вот трасса С препятствиями, с буграми, с трамплинами, если сказать точнее Вот, и ты, когда стоишь на той стороне реки Ты видишь, как тут прыгают через эти трамплины на мотоциклах И как они тут катаются И, собственно, мне было интересно сюда самому приехать И тут погулять, посмотреть и поснимать видео Конечно же, надо было сюда приехать, когда было тепло Когда было, собственно, соревнования различные Ну, ничего страшного, просто у меня тогда не получалось это сделать Поэтому сейчас просто погуляем и поснимаем И я с вами поделюсь своими идеями, мыслями и так далее Собственно, это первый трасса Вот тут, собственно, я и видел все эти Ну, частично видел эти соревнования, да Вот, все, сейчас продвинемся чуть дальше И поснимаем там Вот, тут на этом парке три трассы Я вот сейчас вам первую показываю Где вот на мотоциклах гоняют, да Вот, а потом покажу остальные две Вот, ну, сначала хочется подойти к реке И там посмотреть, что там находится В принципе, парк мне нравится, да Достаточно интересно здесь гулять Потому что хотя бы что-то новое появляется в Москве И это здорово На самом деле он уже давно появился Просто я тут, ну, не был ни разу И сегодня здесь первый раз Сейчас подойдем к реке Посмотрим, что там Собственно, вон там трасса будет И еще впереди нас еще одна трасса будет Я так понял, что трассы различаются Одни для машин, другие для мотоциклов И так далее Вот, смотрите, ребят Сейчас покажу вам трамплин На котором с другой стороны реки Прямо четко видно, как на мотоциклах С этого трамплина Ну, делают прыжки такие Взлетают, как бы, да Вот Именно вот тот трамплин Ну, и здесь он ездит В принципе, сейчас ближе подойдем И это будет намного лучше видно Сейчас сначала Просто немножко о парке поговорим Погуляем, да А потом скажу Последние свои мысли, идеи То, что я Совсем недавно думаю Вот И на чем Сам буду фокусироваться Ну, и что, считаю, должны тоже Другие люди делать Для того, чтобы Преуспеть, собственно, в жизни Какие-то свои цели достигнуть Или реализовать мечты Ну, и так далее Собственно, тут какая-то вот площадка Небольшая, детская Штука построена для скейтборда До сих пор кто-то там катается Вижу одного человека Милка Ну, на самом деле А, нет, вон еще парень Еще несколько ребят На самом деле Классный парк По крайней мере Где погулять Есть место Прикольно Достаточно прикольно Единственное, что не прикольно Что, если ты находишься на другой стороне Я сейчас вам потом покажу Где я постоянно гуляю Снимаю видео То сюда Ну, как бы добираться неудобно Нужно ехать до станции метро Москворечья Да? Потом брать билетик туда-обрат Там 72 рубля стоит Ну, это ерунда Веки Просто неудобно Едешь на автобусе Потом на Электрички Потом Ну, как бы По времени неудобно И это как бы Маршрут такой Нет такого, чтобы Был бы какой-нибудь мост здесь Тогда было бы вообще шикарно Вот Ну, вот у нас Мы видим здесь Такие скамеечки Все красиво Вот не понимаю Зачем эти штуки Если они без навеса, да? В чем прикол? Хотя, может, навес был Да убрали Но все равно интересно А, вон скамейки Я прям хочу пройтись От самого начала, да? Сейчас пройдусь туда Вперед Вот Так Камеру перенастраиваем У меня теперь модный штатив Точнее, не модный А функциональный Поворачивается В разные стороны И я сразу становлюсь Либо я вижу Либо Я камеру снимаю Вот Ну, собственно Вон Та сторона Это та сторона реки На которой Ну, я периодически гуляю Да, вот Достаточно часто Люблю прогуляться Пройтись вперед-назад И, собственно О чем-то подумать Поснимать видео И так далее Вот А сейчас на другой стороне Вот эти скамеечки Новые С таким навесом Уже поинтереснее Сделано Вот Тут Это достаточно редкость Чтобы так вот все было Обычно все такое Старенькое В парках ставить Все старое Ну, ладно Пока тут у нас особо Мы ничего не увидим Супер нового Нового, да Ну, вот что Можно сказать Что Вот там, где гоняют На мотоциклах Этих кроссовых Или Или на Квадроциклах Да То тут, в принципе Такая Площадка Трасса Она такая Глинистая Песочная То есть Перемешка Глина Песок И достаточно Здесь много Грязи Я вот так смотрю Если особенно После дождя Вот На трассе Достаточно Интересно Потому что Трамплин За трамплином Идет Вот сейчас Я подойду И увидите Ближе Вот Еще один Трамплин Вот Один Трамплин И трамплины Ребят Они не маленькие Тут Кажется Что может быть На камере Что они маленькие Но они реально Большие Потому что На скорости Если ты подлетаешь То Ну Вот Мотоциклисты Они подлетают Реально Вот так вот И летят Чуть ли Прямо До второго Трамплина Почти Ну не почти Но Много По скорости В принципе Далеко летит Он Почти долетает До второго Трамплина Вот Ну и там Уже такие Небольшие Пошли Вот Ну тут уже Мало видно Поэтому Сейчас я Переключусь И просто Себя поснимаю Собственно О чем я Сейчас В последнее время Делаю Да Сейчас я В последнее время Делаю то Что Как бы сказать Подбираю Новую тематику Развлекательного Канала Своего Да Ютуба То есть У меня Преподвести Развлекательный Канал Ну и Собственно Подбираю Тематику Для него Будет По-любому Юмор Какой-то Вот Я Рассматриваю Различные Варианты Какие-то Пародии Пранки Ну Много Что сейчас Просто Подбираю Посмотрю Разные Варианты Чем Заниматься Ну и Собственно Не только Что Смотрю Что Что максимально Популярно А еще То Что Как бы Мне ближе Есть еще Загвоздка в том Что Если допустим Мне снимать Какие-то пранки Или розыгрыши То Нет у меня Напарника Который Со мной Ходил бы И это Делал Меня бы Снимал Допустим Если я Буду Кого-то Пранковать Вот Поэтому Может быть Сейчас пока Это отпадает Может быть Я тебе Душу Загрузу Но так В принципе Просто Рассматриваю Разные Варианты Вот Это то Что Сейчас Последнее Время Делаю Сейчас Спустимся Сюда Вот Пониже Чуть Посмотрим Что Там Тут Я еще Не был Тоже Такое Рождение Есть Сапочка Сейчас Покажу Ребята Достаточно Я люблю Природу Поэтому Мне нравится Если Допустим Сравнивать Гулять Гулять По самой Москве Ну Тоже Как бы В принципе Интересно Но Гулять Именно В таких Местах Намного Интереснее И мне Намного Больше Нравится Вот Сейчас Наша Наша Москва Река 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 Ниже Спустимся А Вон Там Ребят Сейчас Покажу Река это место где я давно записывал на этом уголке да вот уголок такой выпирает да вот здесь вода я записывал видео на различные темы но свои на ю тубе вот часто вот на этой площадке ну и в целом вот так вот люди гуляют если по парку коломенского пройти тут просто он заканчивается да вот а там дальше он там будет расширяться и там уже весь основной парк а здесь какая идет просто такая вот тропинка до над дорогой вот но в целом люди много гуляет неважно какая погода принципе всегда кто-то гуляет особенно много кто бегает здесь да вот ну ладно пойдем дальше и так что же я хотел сказать по поводу именно своего дела да я уже сказал что просто подбираю тематику вот и столкнуться с такой проблемой что если я выкладываю какое-то видео на ю тубе да и допустим я делаю как качественно в плане развлекательного контента допустим что-то я придумываю интересное действительно она интересна то происходит следующее то что практически его никто не смотрит потому что название с таким видео да она как бы не поисковое то есть нет с поисковым запросам поэтому моя идея сейчас такая это снимать видео развлекательного контента и их дело такими чтобы они были связаны с поисковыми запросами то есть допустим если сейчас начинают что-то люди смотреть и часто забивать поиск по ю тубу там какую-то песню какой-то клип который выходит я буду стараться делать возможно него пародию или еще что-то то есть для того чтобы хотя бы в поиск люди это искали чтобы я каким-то образом попадался да если просто допустим я уже попробовал это делать снимаю какое-то видео даю ему свое какое-то название то естественно нет просмотров потому что никто так не набирает поэтому самое сложное на первом этапе я уже понял что будет это набрать первую первые несколько тысяч подписчиков даже если у тебя развлекательный контент это все равно тяжело потому что сложно пробиться конкуренция огромная поэтому буду ухищряться каким-то образом чтобы ну делать видео к тем темам которые более такие сказать поисковые или бить в узкие ниши допустим какие-то узкие тематики брать на которые есть запросы и не давать допустим ответ на вопрос если человек там еще допустим что-нибудь как похудеть да есть допустим такой запрос то я не буду давать ответ ему как похудеть а я буду снимать на данную тематику какой-то прикол какой-то троллинг или еще что-то ну типа такое но вот этот моя идея о том как как начинать да чтобы набрать какие-то первые несколько тысяч подписчиков чтобы уже потом тебя как-то смотрели вот но это были мысли по поводу того чем я сейчас занимаюсь в общем в основном я просто мониторю копаюсь анализирую в интернете и пробую периодически что-то заснять сделать так также есть еще один у меня канал второй я открыл называть snake money game там тоже у меня есть некоторые идеи но не расскажу позже да вот на сейчас мы идем дальше туда дальше посмотрим возможно ко второй трассе подойдем и посмотрим что там за вторая трасса еще я понял знаете что ребят очень важная мысль я считаю это мега важная мысль сейчас секундочку по поводу того что я сам такой как бы ну по характеру то есть я и максималист и мне хочется заниматься многими разными вещами всем на свете одновременно да не одновременно но хотя бы по очереди то есть это интересное и другое интересно но понимаю что надо исключать и исключать по-любому придется и скорее всего вот такой контент как какой-то типа образовательный но этот канал который с этого начинался да что я кому-то что-то там советую рекомендовал он не будет выходить так часто на вот и скорее всего я уйду полностью сейчас развлекательный контент потому что не получается чисто физически на все уделить время я считаю что нужно исключать не только все лишние там занятия да но и вообще исключать все лишние дела действия которые тебя могут отвлекать и стараться больше работать надо целью над темой ну собственно над мечтой своей да поэтому я исключаю все и что я чаще вижу какую ошибку большинство людей совершают я этого не совершаю поэтому мне это видно что люди большинство людей они когда стремятся к чему-то к цель какой-то к мечте они все равно себе позволяют много различных так сказать шалости чем-то себя побаловать что-то себе купить и так далее я вот допустим не такой я все вкладываю в дело да я считаю это правильно потому что когда вот себя радуем постоянно новым телефоном новым каким-то еще штуками вещами какие-то одежды допустим зарабатывал зарабатывал вложить эти деньги какое-то оборудование освещение специально не нанималась стоит вот а мог допустим купить себе безделушку чем себя порадовать то что давно хотелось но вот просто я это постоянно вижу я считаю максимализм может быть какой-то степени это и плохо но именно в плане достижения цели и этот максимализм я считаю таким образом надо идти к цели и к своим мечтам исключать все лишнее не только все что тебя не движет цели все что тебя отвлекает все что тебя отдаляет от цели надо все это исключательно управлять все усилия время деньги средства и так далее все на цели на почту тогда шансов больше и больше ты достигнешь успеха вот блин к сожалению начинается дождь капает моросит я вот боюсь за камеру так подошел к следующей трассе ребят сейчас поснимаю секундочку я переставлю поближе к себе и буду прикрывать ладонью камеру чтобы не за светить то есть не замочить камеру говорю за светить ну вот смотрите ребят рядом со скейтбордом который мы проходили до трассы для скейтборда неправильно проговариваю ну ладно вот у нас следующая трасса и как я понимаю этот раз такая узенькая вот узкая она для этих как блин забыл картинга да да вот для картинга вот это вот раз это для картинга и я скажу она знаете тоже не маленькая то сейчас мы к ней пройдем дальше сейчас пока сюда спустимся посмотрим вид вид над москвой в общем я все равно не буду бросать этот канал полностью просто мне всегда появляется такое желание пойти погулять и поделиться своими какими-то мыслями идеями и так далее своим размышлением поэтому я все равно это буду делать но просто не так часто ну собственно это наш наша сторона над которой я сейчас иду утки кстати тоже вот плавают вот кто не знает раньше вообще надо в этом парке здесь ничего не было и тут была огромная свалка но об этом еще кто-то снимали передачу в новостях ну частично они почистили но сказать что они почистили это неправильно потому что там что-то вы вывезли а что-то просто сгребли в одну кучу и там вот если подняться выше то на той стороне будет огромная гора как бы мусор перемешаны с землей если точнее сказать вот собственно та гора на которой я часто тоже снимал видео и даже как-то песню снимал ну как бы не песня правильно сказать песня просто это не моя песня просто пел песни короля что-то на он той горе я я вот к сожалению не интересуюсь названиями да вот но просто обычно гуляю если кому-то конечно интересно название то можете загуглить и узнать что там за гора в коломенском вот и снег кстати очень хороший вид на нее часто люди заходят смотрят фотографируются кстати мой контент который будет на развлекательном канале там тоже я планирую снимать не только просто это пародии да как я что же планирую что-то вот снимать именно как роли песен или пародии на песни или ну такое да то есть я планирую тоже исполнять хотя у меня понятное дело нет ни голоса не ничего но я думаю возможно это даже будет прикольно когда это все будет происходить возможно даже смешнее это будет выглядеть чем человек который умеет петь кстати вода достаточно чистая шучу конечно но если сантиметров 21 просматривается 30 а дальше уже ничего не видно ладно поднимемся вверх посмотрим трассу вот посмотрим трассу сейчас подойдем ближе вот мне нравится когда вот такие вот вещи строить ну вот принципе для отдыха очень красиво прям лежаночки на видите ребят не знаю лежал ли кто на них летом но сделано прикольно как будто на пляже собственно вот этот раз тут я не знаю наверно надо залезть на что-то чтобы сверху заснять а так особо не видно да вам наверно но она большая вот так вот камеры виду и на действительно большая то есть ограждение она большой то есть если на картинге то тут катаются да то достаточно большое большая полоса с извилинами ладно идем дальше нормальное место где можно от дождя спрятаться кстати если дождь пойдет я сюда приду тут поснимаю идем дальше сейчас дойдем до конца туда в упор там уже скорее всего будет лес и я не пройду посмотрим что там и пойдем другое место где автомобильная трасса для дрифта или для чего там я еще там не знаю не был тоже еще одна площадка что смотровая вот очень хорошо что есть такие смотровые площадки они просто земля и берег потому что летом то нормально а вот осенью ходить гулять когда грязь когда по траве это будет кроссовки убиты просто ну а в москве тут как бы сапогах никто не ходит потому что ну везде асфальт в основном поэтому основная обувь то кроссовки а вон кстати это то здание которое тоже очень много туристов ходит смотреть часом увеличу покажу камера уже запотела снимает на самом деле очень большое просто отсюда плохо видно у меня камера запотела немного да нет пальцем сейчас лес не буду протирать потому что хуже будет значит поднимемся вверх осмотрим вот тут еще площадка есть знаете что больше всего меня удивляет ребят то что сейчас нам пойдем еще вокруг над лесом пройдемся потом не спустимся то что вот большинство людей даже вот когда ты им реально говоришь что что ну действительно важную какую-то вещь важно какой-то информации и практически не воспринимаю да то есть если допустим я вот часто ну вот не то что часто просто по мере своей жизни до работы продавцом я многократно видел как люди допустим хотят чего-то достигнуть добиться кто-то кто-то ну тоже хотел бы попробовать икну какой-то целите да какое-то свое дело открыть но когда наступает момент сэкономить деньги и отложить сюда допустим на что-то чтобы попробовать вот то есть у людей это не срабатывает и они они тратят регулярно то есть я просто так то наверно нет это наверно мусора свалка не знаю встретить это стоит ладно не пойдем а то мои кроссовки будут грязи не хочу их убивать так ладно чем я хочу сказать я хочу сказать о том что я постоянно вижу такую ситуацию то есть все мы хотим преуспеть жизни но если посмотреть на нашу разномеренную жизнь как она протекает да как она происходит то получается следующее что мы по сути не идем к своей цели не стремимся ни к чему да а просто живем и наслаждаемся тем чем что есть тем что имеем вот и это знаете как выражается это выражается в том что мы свое время не вкладываем на то чтобы полностью достигать своей цели то есть мы частично можем что-то сделать а потом в основном основное время развлекаемся отдыхаем гуляем или что-то еще такое делаем да то есть я не вижу чтоб люди максимально полностью вкладывали все свое время на то чтобы достигнут какой-то цели или развивать свою мечту да вот я не вижу этого также я вижу как люди когда у них есть какие-то средства деньги они как бы тоже их тратит на удовольствие на развлечение на то что просто что-то иметь они в то чтобы их вложить на достижение цели на ту же камеру на тот же вот дождь пошел ребят все-таки придется мне возвращаться возвращаться пока туда сейчас пройду посмотрю что все таки там до конца уже дойду так вот на то чтобы тратить деньги чтобы полностью хоть шаг за шагом тебя приближало к реализации цели или мечты а просто идет слив и спуск на то что тебя никак к цели не движет сейчас еще чуть дальше пройдем засниму и назад потому что очень будет печаль к большая если моя камера навернется а денег на покупки новые у меня пока нет и не скоро появится ну вот собственно этот последнее место куда дошел тут еще можно пройти да там кто-то рыбу ловит ну и там есть такой водозабор туда уже не пойду просто не хочу мазать вот и в принципе все сейчас наверно надо чуть-чуть вернуться назад дождаться как закончится дождь хотя он почти кончился ну вот и тогда пойдем пойдем на вторую трассу хотя лучше сейчас пойти потому что я чувствую что дождь обычно в москве если начинается он быстро не заканчивается поэтому лучше часть свалить и обойти посмотреть на вторую трассу только надо протереть камеру ну наверно лучше стало давайте ребят сейчас я пройду в трассу вторую засниму вот а потом уже а потом уже я за спрячусь под навес и буду под навесом сидеть и счета снимать прикольно люди отдыхают просто клеенкой обтянули вокруг обтягивающие знаете что ветер не задувал нормально придумано кстати тут очень большая площадь не знаете я сейчас вот сюда подойду покажу вам и собственно эту трассу для картинга поближе сверху так сказать вот я заметил особенность моей камеры то что она как-то при уменьшает вот реально все кажется таким крупным но она реально при уменьшает и у ней не очень широкий угол обзора в будущем я постараюсь купить камеру которая будет угол обзора пошире не знаю какой у этой но реально то есть если сравнить что я вижу глазами то как бы я вижу намного больше чем видит камера то есть она как-то сужает и главное то что я не приближаю не то есть я ничего не делаю на стройке стандарт то есть кажется дочь чуть-чуть начал меньше идти чуть-чуть прекратился где легкие пока помнились так здесь еще какая-то площадка а вот наверное это площадка для дрифта хотя они не похожи плитка в общем тоже какая-то площадка здесь кстати ребята были очень давно такие идеи еще тысячи наверно тринадцатом двенадцатом году чтобы знаете путешествовать и снимать видео и так далее и выкладывать но потом я это не сделал просто не попробовал начал и потом уже видишь через несколько лет что у людей которые путешествуют снимают видео уже там по набрали семьи много подписчиков каналы развелись и этим хорошо зарабатывать то есть очень важно когда у вас появляется какая-то идея и сразу вовремя начать и что-то делать то есть не думать пойдет не пойдет начните и делайте там я не вижу смысла идти там заводы и в принципе ничего нет сейчас вот сюда пройду я думаю третий трасса это наверное то место было где я я возле входа находился и она была справа ну ладно если мы решили то мы по любому это и посмотрим раз я решил все обойти просто на час ускориться потому что опять дождь начинает срываться сейчас чуть ускоримся быстренько пройдем посмотрим я зайду под навес уходить я не собираюсь просто хочется еще здесь немного погулять и поснимать видео достаточно ребят интересная штука вот для детей сейчас вам покажу вон то то есть ты как бы залазишь коробку в эту внутри сетку и там пробираешься лазишь по этим штукам по извилистым у меня всегда так ребят когда я куда-то начинаю идти да что-то делать то дождь пойдет то ветер будет сильный то есть по плану редко что у меня получается недавно ходил ездил точнее снимать видео где я гулял вокруг хотел пройти вокруг центра москвы по кольцевой ну там я шел как бы пытался снимать видео и думал какие-то приколы поснимать попробовать но в итоге что получилось ветер сильный петлички у меня не было я понял что даже если что-то говорю на камеру меня не слышно нифига вот и и в принципе все а ну вот собственно эта трасса вот это и есть трасса ребят просто вот она просто с другой стороны но я не сказал что на к это прям для машину она как бы широкая дорога но я не скажу что на большая она вот она в принципе небольшая трасса для машин и она не для дрифта может я что перепутал когда видел в ю тубе где-то видео все ребята сейчас идем под навес срочно потому что дождь начинает моросить я сейчас ставлю на паузу и прячу быстренько камеру ребята Centers за субтитры ваше субтитры по-английски и